МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рады приветствовать еще раз на территории Республики Крым делегацию из Абхазии. Мы с вами давно уже общались и намеревались провести такую рабочую встречу, определить направление, по которому строилось бы в положительной динамике сотрудничество между Республикой Крым как субъектом Российской Федерации и Абхазской Республикой. Уверен, что в рамках такой встречи мы как раз можем пообщаться. Здесь присутствуют должностные лица Совета Министров Республики Крым, председательства президента Российской Федерации Республики Крым. Уверен, что мы с вами сформируем такую рабочую группу, которую мы с вами уже предварительно обсудили, в части изучения возможностей поставки товаров из Республики Крым в Абхазию и наоборот, соответственно, то есть эти рабочие группы проработают все это до конечного результата, впоследствии будет подписано соглашение, и я лично уверен, что все это будет сказываться во благо граждан, проживающих на территории Республики Абхазии и Республики Крым. Я лично не сомневаюсь. Тем более мы с вами в похожей ситуации находимся. Вы находились под санкциями больше 16 лет, натерпелись, как говорится, прошли все, что можно. Мы надеемся, что Республика Крым быстрее этот путь пройдет, хотя мы сейчас тоже в санкционном режиме находимся, в жестком. Но, тем не менее, враги вас не смогли на колени поставить, нас точно так же не поставят никогда. Крым свой выбор сделал по возврату на историческую родину, и уже это навсегда произошло, и изменений никогда этому не будет. Поэтому, исходя из того, что у нас много общего, я уверен, что у нас и отношения в этой части будут строиться очень динамично, позитивно, и мы, еще раз говорю, очень рады визиту вашей делегации в Республику Крым. Поэтому спасибо вам, Артур Атемович, огромное за этот визит. Я еще раз хочу выразить благодарность за приглашение. Это, скорее, не новое выстраивание отношений, это продолжение отношений. На какой-то период они были прерваны. Теперь мы это с вами восстановим. В нашей такой маленькой стране есть большой договор с Российской Федерацией о союзничестве. И этот договор на самом деле явился самым таким документом, по которому мы готовы сотрудничать, мы и делаем, сотрудничаем со всеми регионами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, расширяем наши отношения. И мы считаем, что такая политика, она принесет пользу Республике Абхазии и с теми, с кем мы общаемся. Конечно, наша с вами история, они сегодня начались. Мы в этом году отметили большой праздник, победу 70-летию, победу над фашистской Германией. Это была общая победа. Абхазский народ никогда не забудет. И мы в рамках того, что сейчас я вам говорю, уверены, что у нас с вами большое будущее. И что мы, те проблемы, которые у вас возникают, они у нас. Совершенно правильно были, что мы вместе их преодолеем. С нашей стороны будет поддержка всесторонняя. Мы сегодня сюда приехали с доброй миссией. Мы хотим восстановить все наши человеческие, гуманитарные связи, кроме экономических. Мы с вами об этом говорили. Наверное, сейчас еще раз повторим, зафиксируем. У нас уже какие-то вещи, что-то наработано, потому что приезжала небольшая делегация. Спасибо, Артур Артемович. Не сомневаюсь, что конструктивно поработаем. Тем более у вас действительно боевая делегация, у которой есть реальные предложения. Я также хотел бы поприветствовать наших дорогих гостей. Сказать о том, что уже целый ряд вопросов, как упомянули наши руководители, Сергей Валерьевич, Артур Артемович, получили предварительную проработку. Мы побывали на деловом форуме в Абхазии. Наша делегация смогла ознакомиться и с продукцией, которая в Абхазии сегодня производится все в большем и большем количестве по различным направлениям. И особенно необходимые для Крыма инертные материалы, прежде всего щебенка высокой плотности. Большое количество южных фруктов, которые действительно востребованы на всем российском, в том числе и на крымском рынке, такие как цитрусовые, мандарины, апельсины, лимоны, южные фрукты, киви, хурма, фейхуа и так далее. Все это было представлено широкой гаммой. Интересны, конечно, были и вопросы, связанные с поставкой лесоматериалов, как строительных сосна и другие виды строительного леса, так и пригодных для производства мебели. Это все те темы, которые представляют значительный интерес. А к курортному сезону, конечно же, востребованы будут дополнительные поставки воды. Мы это тоже обсуждали во время недавнего визита представителей именно этой отрасли абхазского бизнеса здесь, в Симферополе, и достигли определенных договоренностей о том, чтобы проработать вопросы консолидированной крупных партий поставок воды, что значительно снижает цену этой продукции к туристическому сезону. Конечно же, Абхазия и Республика Крым имеют много общих тем для сотрудничества, например, таких как обмен опытом в сфере туризма. И в Абхазии и в Крыму эта отрасль является одной из приоритетных. Производство и вылов рыбы в Черном море. В общем-то, расширение сотрудничества в этой сфере пошло бы на пользу и Республики Крым, и Абхазии. Производство и выращивание эфиромасличных культур, которые имеют богатые традиции и в Республике Крым, и в Абхазии. Сотрудничество наших научных институтов в этой сфере. То есть вырисовывается широкая гамма возможностей для взаимодействия. И Артур Артемович правильно заметил о гуманитарной части, о том, что касается взаимного ознакомления народов Республики Крым и Республики Абхазия, обмена молодежными ветеранскими делегациями. Это действительно исключительно важная тема, влияющая на состояние общественного сознания прежде всего. Поэтому все вопросы эти представляют, безусловно, значительный интерес. И я бы хотел обратиться к нашим руководителям с предложением о том, что были даны протокольные поручения о создании соответствующих рабочих групп и по подготовке с обеих сторон соответствующего соглашения между Республикой Крым и Республикой Абхазия. Спасибо. Наши подходы с вами полностью совпадают здесь. И думаю, что то, что мы сейчас с вами здесь говорим и будем делать, это пойдет на пользу в смысле как Абхазии, так и Крыму. Я, прежде всего, хотел бы сказать, что визит нашего дорогого гостя Артура Артемовича Миквабия, премьер-министра Республики Абхазия в Республику Крым, это событие особое. Вы прекрасно знаете, что Крым посещали многие иностранные делегации, в том числе политики на уровне депутатов парламента, на уровне бывших руководителей государств, но это первый официальный визит премьер-министра зарубежного государства, главы правительства Дружественной Абхазии в Республику Крым. Этот визит, разумеется, готовился. Готовился в течение достаточно длительного времени. Нашей делегации удалось побывать в Абхазии, провести предварительные переговоры по тем темам двустороннего сотрудничества, которые интересуют и Абхазию, и Крым. В частности, был подписан рабочий протокол, и к данному визиту мы подготовили целый ряд вопросов, которые представляют интерес для наших двух республик. Подчеркну, что связи между землей Крымской и землей Абхазской – это древние связи. Они восходят ко временам двух с половиной тысячелетней давности, когда древний Херсонес, затем Пантикопей, развивали свои отношения с древней Диаскурией, на территории которой расположены на современном месте, где располагается столица Абхазии – город Сухум. И с тех пор Черное море наше бороздили корабли, которые привозили товары. Люди посещали эти две замечательные земли, эти территории. А сегодня мы, конечно, говорим о новом этапе, о новом развитии событий этих древних связей. В частности, Абхазия, безусловно, представляет интерес как торговый партнер прежде всего. Будет ли паромное сообщение, как видится решение этого вопроса, потому что по Черному морю между Крымом и Абхазией действительно гораздо проще устанавливать какие-то контакты, нежели все-таки в окружную, через переправу и так далее. А наверняка крымчане с большим удовольствием тоже в качестве туристов, в свою очередь, могут посетить Абхазию. И наоборот, будет ли развитие в этом направлении? То, что вы сейчас сказали, что у нас многие крымчане хотят посетить Абхазию, он доставляет нам удовольствие, потому что на самом деле, как и крымчане, гостеприимная страна. И всегда хотим, чтобы к нам кто-то приехал в гости, мы покажем то, что у нас есть, поделимся. И будем налаживать в смысле наше развитие. Мир вообще переживает достаточно сложный процесс, трудный процесс. То есть это вот новый миропорядок, о котором говорят. И в нашем представлении есть определенные силы в мире, которые не хотят Россию допустить к этому процессу. А если мы с вами объединимся и будем решать совместно эти проблемы, эти вопросы, то нам значительно легче будет преодолевать те сложности, трудности, с которыми мы сейчас встречаемся. И будем, естественно, в дальнейшем тоже необходимости их решения. Можно ли конкретно, на самом деле мы это обговариваем, и кроме того, что мы будем, хотим возить к вам и от вас к нам возить товары, речь идет о том, чтобы могли бы быть пассажиры перевозки. Как мы будем это делать, по этому вопросу, который вы задали. Мы на самом деле в нашу делегацию включили генерального директора абхазского пароходства, где эти вопросы мы, я думаю, что отрегулируем и будем их решать. И вы совершенно правильно задали вопрос, мы тоже, как и вы, понимаем необходимость взаимного общения. Вы упомянули о туризме. Действительно, и Абхазия, туристический край, и Республика Крым тоже. Поэтому обмен опытом в сфере туризма тоже был предметом нашего обсуждения. Я думаю, что здесь очень много перспективных направлений работы. Это касается не только туризма и рекреации в плане отдыха, это касается и познавательного туризма. Потому что в Абхазии, да, исторического, познавательного туризма. В Абхазии очень много исторических мест, включая Новоафонский монастырь, включая древние храмы, еще раннехристианские эпохи, включая и самые, так сказать, глубокой древности памятники культуры. То же самое мы имеем в Крыму. В Абхазии прекрасная природа и прекрасная экология. Поэтому путешествия в горах на озера замечательные Абхазии, всемирно известное озеро Рица и многие-многие другие объекты тоже представляют немалый интерес. Мы говорили о том, что важно развивать отношения в сфере морского туризма. Потому что сейчас много людей, которые обладают маломерными судами, им интересно побывать в ходе своих морских прогулок, поездок и в Крыму, и в Абхазии. Так что нам действительно есть чем заниматься. Я уж не буду касаться тем сельского хозяйства, рыболовства и многих других вопросов, которые тоже были предметом обсуждения и по которым есть взаимный интерес к сотрудничеству. У вас в Абхазии замечательные вина. Наши крымчане очень любят ваши вина. У нас тоже замечательные крымские вина. В связи с этим хотелось бы спросить, а планируете вы, помимо цитрусовых и других материалов, поставлять в Крым алкоголь и винную продукцию. Спасибо. Вы знаете, мы как раз и сказали об этом. Давайте мы более интенсивно будем заниматься этим вопросом. На самом деле это вопрос бизнеса, бизнесменов. Мы просто еще раз напомним, что это очень интересная в смысле отрасли. Но я могу вам сказать, что на сегодняшний день наша компания, абхазская компания, является поставщиком в России 20 миллионов бутылок в год. Это достаточно серьезный показатель. Но у вас свои великолепные вина и конкурировать, наверное, здесь не так просто. Но мы обязательно эту задачу поставим при своем бизнесмене. Конечно же, обмен. Мы хотим, чтобы ваши вина у нас были. Мы знаем великолепные крымские вина. Нет у нас никаких вопросов к этому. Это взаимодополняющие действительно области сотрудничества. И тоже шла речь о том, что Абхазия сегодня поставляет, например, виноматериалы из Молдавии. Поэтому дорога для крымских виноматериалов абхазским производителям тоже открыта. А что из Крыма может поставляться в Абхазию? У вас очень широкий набор товаров, которые есть. Я хочу сказать, что на самом деле крымская промышленность и агропромышленная продукция очень большой спектр. И мы готовы в этом плане сотрудничать, потому что у нас Абхазия маленькая страна. У нас не такой большой рынок. У вас больший рынок, чем у нас. Но к нам приезжает много в год, особенно летом, много отдыхающих. Число их растет. Конечно, мы же обязательно наладим ту продукцию, которая нам нужна. Мы договорились, что к нам приедут несколько министров. Мы посмотрим все, что здесь есть. Потому что торговля очень важная вещь и для нас, и для вас. Я мог бы добавить к этому то, что у нас в Крыму создан торговый дом Абхазии. И в Абхазии создано на общественных пока началах представительство Республики Крым. И вот эти две наших структуры совместно занимаются тем, что прорабатывают вопросы поставок нужных товаров и услуг на оба рынка. Соответственно, рынок Республики Крым и Республики Абхазия. Так что у нас ведется серьезная проработка этих вопросов. Я думаю, что в ближайшие год-два наши торговые обмены, обмены услугами и человеческие обмены будут очень интенсивно наращиваться. Есть еще одна такая сфера, где мы могли бы взаимосотрудничать. У нас есть институт эфира маслячных культур. У вас он есть. У нас тоже растет герань, тунг и все остальное здесь. И мы сейчас наметили даже, чтобы могли наши ученые встретиться и обговорить какие-то детали дальнейшего развития именно этой отрасли. Но если быть до конца, уже раз мы начали, я так про планы скажу. Мы сюда, наверное, сможем возможность поставлять. Мы стали восстанавливать чайную плантацию. У нас хороший чай. Надо его еще лучше сделать, чтобы он был конкурентоспособным. И думаю, что в течение двух лет мы часть этих проблем решим. И тогда и чай можем поставить сюда наш чай. Инвестиции, залог развития, какие проекты России в Абхазии, на ваш взгляд, представляют особую значимость для развития республики? Знаете, Россия для нас является, с одной стороны, гарантом безопасности нашей. А с другой стороны, Россия не только частные инвестиции, но и государственные, которые поступают в Абхазию. Испытываем какие-то сложности, но это вместе с Россией мы испытываем сложности. Думаю, что в этом году то, что в прошлом году мы не смогли получить в полном развере, как было договорено, принесло на 2016 год. Я прекрасно при этом знаю, что многие российские области, то, что не было использовано в прошлом году, они как бы остаются в прошлом году, и никто их не переносит на будущий год. За что мы, естественно, благодарны российскому правительству. Эти суммы, которые к нам поступают и поступили, дают нам возможность в свое будущее смотреть с уверенностью и оптимизмом. Хочу засвидетельствовать. Я недавно, в ноябре месяце, был на российско-абхазском экономическом форуме межрегиональном. Его как раз Артур Артемч вел. И могу сказать, что весьма значительный интерес проявляется и со стороны, в целом, российских инвесторов к Абхазии и к тому, чтобы свои инвестиции вкладывать в развитие абхазской экономики. И представители Краснодарского края, и ряда областей Центральной России действительно выражали такие намерения создавать новые предприятия и в туристической, и в торговой отрасли, и в области сельского хозяйства, и по многим другим направлениям. Конечно, еще мы не можем говорить об огромных объемах таких инвестиций, но, тем не менее, этот процесс наращивается и имеет хорошую перспективу. Вы знаете, если быть до конца как бы откровенно, есть какие-то вопросы. Опять это связано на сегодняшний день, ряд ограничений, которые получают Россия со стороны западных стран, на инвесторах российских тоже сказываются. И в этой связи те планы, которые мы строим, иногда нарушаются именно вот этими ограничениями. Особенно для частного бизнеса, если быть до конца откровенны, то зачастую, скажем, приход банковского сектора к нам, он затруднен. Мы приглашаем, чтобы российские банки участвовали у нас до угрозы, в смысле этих ограничений, санкций, то, что мы называем, иногда как бы останавливать. Нам это хорошо известно, Артур Артемович. Да. И вот у нас тоже такая напасть, если можно так сказать. Но мы уверены, что пройдет некоторое время, и эти все вопросы будут отрегулированы. В течение какого времени, по Вашим прогнозам, может начаться активный обмен товарами между республиками? Ну, мы надеемся это начать уже в 2016 году, потому что такие товары потребительского спроса, они, безусловно, имеют важность на сегодняшний день. Я думаю, что нельзя говорить, что у нас нет сейчас товара обмена. Он есть. Я упоминал, что из Абхазии приходят товары, и даже воду здесь абхазскую продают. Но к туристическому сезону следующему этот процесс будет серьезно и быстро нарастать. Поэтому в 2016 году, думаю, что он даст значительный рост. А на перспективу мы говорили о том, чтобы оказывать содействие поставкой сюда инертных материалов для реализации федеральной целевой программы. Это вообще большой план, большая программа на последующие пять лет серьезной работы. А если мы сможем наладить еще и сотрудничество, взаимодействие в таких сферах, как эфиромасличные культуры, рыбное хозяйство, и разведение рыбы, и ловля рыбы в Черном море, консервные производства и так далее, то мы тогда сможем говорить о многократном увеличении торговых отношений между Абхазией и Республикой Крым. Все это в повестке дня, и все это абсолютно реализуемо. В рамках рабочего визита в Республику Крым премьер-министр Абхазии посетил Ялту. Артур Микваби встретился с главой администрации города Андреем Растенковым. В ходе встречи Артур Микваби предложил заключить договор об обративстве между Ялтой и Гагрой. Администрация Ялты с одобрением приняла данное предложение. Андрей Растенко отметил, что Ялта всегда готова принимать детские делегации из Абхазии для культурного обмена и более тесного знакомства. В ходе встречи также был обсужден вопрос возможного возобновления популярных в советские времена пароходной линии Сухум-Ялта-Севастополь.